В Самарском музее парада памяти хранится макет самой большой площади Европы – Куйбышева. Именно здесь в 41-м году состоялся знаменитый парад. Солдаты демонстрировали военную мощь Красной Армии и сразу уходили на фронт. Единственный в Самаре музей, посвященный параду 41-го года, находится в техническом лицее. Он готовится отметить свой первый юбилей. В следующем году ему исполнится 10 лет. Здесь собраны уникальные артефакты – из антикварных магазинов, домашних коллекций школьников. Кроме того, это и подарки самих ветеранов Великой Отечественной войны. Часть экспонатов нашли лицеисты на раскопках под Волгоградом. Нашли на местах сражения вот такую вот ручку, остатки этой ручки немецкой фирмы «Арбус». Тут можно и глина рассмотреть. Майя Царева – учитель истории с 30-летним стажем. Женщина стоит у истоков музея. Признается, работать с реальными артефактами для учителя истории и для детей – это счастье. Постигнуть историю можно только вот через конкретные какие-то вещи, артефакты. Для детей, допустим, подержать в руках медальон, который выдавался каждому солдату на случай его смерти, смертный медальон – это огромное счастье. Я сама вот, в принципе, первый раз его держала в руках. Для меня само это тоже. Я для себя очень много открытий делаю. Вот. Каждый день. Школьники рассказывают и о своих знаменитых предках. Саша Макеева учится в девятом классе и мечтает стать врачом. По учебникам одного ее прадеда в Советском Союзе начинали учиться студенты-биологи. Он писал о паразитах. А второй прадед девушки запатентовал бетонную смесь, которую и сегодня используют в строительстве домов. Капустину Василию Федосевичу за долгосрочную службу и добросовестную работу по ветеринарии от НКВД СССР. Дедушка издавал учебные книги по паразитам, которыми пользовались студенты. Он был одним из первых людей, которые их исследовали. Послушать экскурсию в музей приехали герои России Игорь Станкевич и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. После экскурсии в режиме видеоконференции состоялась встреча с руководителями всех школьных музеев Самарского региона. Хотел бы отметить, что в Самарской области патриотическое воспитание и сегодняшние наши события 7 ноября, как уже это стало традицией, является, наверное, таким очень ярким подтверждением. Проводится не ради каких-то галочек, а проводится очень искренне. В этом году из-за сложной эпидобстановки традиционный парад памяти на площади Куйбышева решили не проводить. Но 107 парадных расчетов прислали свои видеозаписи с маршами. Из этих видеофрагментов сделают большой памятный фильм. Мария Левина, Константин Головин. События.